В этом видео я расскажу о том, как массово проверять ссылочных доноров на принадлежность к тому или иному региону в Яндексе. Собственно, зачем это делать, я думаю, объяснять не надо. Если вы продвигаете региональный сайт, то, очевидно, лучше сначала заполучить ссылки с сайтов донора из вашего региона, а когда уже они закончатся, то получать ссылки и с сайтов из других регионов. Метод, на основе которого разработан шаблон для зенопостера, взят из статьи Сергея Людкевича, в которой опубликовано на серче «Сеанс поисковой магии или смещение в языке запросов». Я уже ссылался на эту статью, когда разбирал определение коммерческости сайта, теперь пришло время разобраться с региональностью. Собственно, в статье предлагается недокументированное смещение оператора CAD. Детально я рассказывать об этом не буду, вы можете почитать в статье, я покажу, как это работает на примере. Возьмем недокументированное смещение 2 100 047, оно соответствует региону Нижний Новгород. Задав такой запрос, мы получаем выдачу сайта с присвоенным регионом Нижний Новгород. Например, если дополнительно сузить данный запрос до какого-то конкретного сайта, например, до моего блога бокалов.info, то можно узнать, принадлежит ли данный сайт к этому региону или нет. Как видим, в данном случае сайт находится, ищется 677 страниц, то есть весь сайт присвоен региону Нижний Новгород. Если мы, например, изменим 047 на 213, это Москва, то сайт не находится. Таким образом, если вам необходимо проверить большой список сайтов на принадлежность к какому-то региону, опять же, в моем случае это Нижний Новгород, то необходимо проверить, ищется ли сайта по такому запросу, и если да, то сколько страниц находится в выдаче. Давайте перейдем непосредственно к шаблону Xenoposter. В папке шаблона 3 файла и непосредственно сам шаблон. В файле config.txt указывается ваш юзернейм и кей для запросов в Яндекс.xml, а также регион, принадлежность к которому необходимо проверить. У меня здесь стоит 47, это регион Нижний Новгород. Соответственно, если у вас была бы Москва, здесь стояло 213, если Санкт-Петербург 2. В файле domain.fot.check добавляется список доменов, у которых необходимо проверить регионы. В данном файле около 6000 доменов, которые я взял из биржи GodetLinks. И, собственно, в файл итог будут записываться результаты проверки. Давайте посмотрим, как выглядит шаблон в Project Maker. Собственно, здесь все стандартно. Первый блок – это очистка итогового списка и получение входных настроек. Во втором блоке выполняется запрос в Яндекс.xml с проверкой домена с сужением до конкретного региона. Выполняется проверка наличия лимитов или их отсутствия. Если сайт ищется с сужением на регион, то дополнительно выполняется проверка на количество индексации страниц без сужения на регион. Об этом я расскажу в конце на конкретном примере, чтобы было понятно. Если сайт не ищется, то дополнительный запрос в XML не происходит и сразу записывается результат в итоговый файл. Шаблон, само собой, работает без использования браузера только на нет запросов, поэтому работает он достаточно быстро. Рассмотрим, как это выглядит непосредственно в Xenoposter. Добавляем шаблон, выставляем один поток и смотрим на процесс. Как видно, работает все достаточно шустро. Итак, процесс сканирования завершен. Я перешел сразу в итоговый файл. В нем содержится информация о проверяемом домене, результате поисков в регионе и о том, сколько результатов всего без региона. Скопируем полученные данные в Excel и отфильтруем от большего к меньшему по количеству результатов в регионе. Опустимся вниз. Видим то, что всего таких сайтов оказалось 52. Остальные можно сразу удалить. И теперь давайте рассмотрим, зачем было необходимо снимать отдельно количество страниц с сужением на регион и без этого. Если внимательно посмотреть, то видно то, что у некоторых сайтов количество страниц с сужением запроса и без него либо одинаково, либо практически одинаково. То есть, допустим, сайт Med52.ru. У него 270 727 запросов, если сузить до региона. И 271 512 запросов, если не сужать на регион. Ну, очевидно, можно предположить то, что этот сайт полностью отнесен к региону Нижний Новгород. Однако есть сайты, у которых количество страниц при сужении до региона заметно меньше, чем без этого сужения. И если наверху в списке это не так заметно, то, скажем, опустившись вниз, можно видеть то, что есть примеры, когда единичные страницы с присвоенным регионом, а основная масса страниц без региона. Собственно, что я предлагаю сделать? Необходимо разделить количество результатов в регионе на количество результатов всего. И отсортировать полученный результат от большего к меньшему. Видим то, что в некоторых местах даже получилось результатов в регионе больше, чем результатов всего. По всей видимости, это какая-то ошибка получения данных с XML. По идее, такого не должно быть. Но таких сайтов всего 4, и в принципе ничего страшного. Ну и условно можно установить какое-то правое значение, например, больше 0.5, соответственно, если больше половины сайтов отнесена к региону, то мы считаем такой сайт региональным, и он нам подходит. И если меньше 0.5, то, допустим, не подходит. Давайте посмотрим, много ли таких сайтов у нас получилось. Видно то, что последний вот сайт, linaris.ru, у него отношение 0.6, в принципе это достаточно хорошо. А вот если смотреть ниже, то уже у сайта GM Star отношение 0.18. Этим и последующими сайтами, в принципе, можно пожертвовать в данном разрезе и выбрать в качестве региональных доноров первые 21 сайта. Собственно, что дальше с этими сайтами делать, понятно. Их добавляем в белый список в той же самой бирже GodetLinks и закупаем с них ссылки. Вот такая вот немудренная методика. При большом желании можно разместить не только биржу GodetLinks, но, скажем, и биржу SAIP. Это достаточно сделать один раз, то есть вы берете, скажем, 300 тысяч сайтов из SAIP, и размечаете их на наиболее целевые для вас регионы, такие как Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург. И уже в дальнейшем при работе с региональными проектами покупайте на них ссылки. Чтобы получить шаблон в программе Zenoposter, который я использовал в данном видео, перейдите по ссылке, которую вы сейчас видите на экране, заполните небольшую форму, и, как обычно, шаблон придет к вам на e-mail. Ну а на этом на сегодня все. Надеюсь, данный видеоурок был для вас полезен, и вы узнали для себя что-то новое. Если это так, не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Если вы еще не подписались на мой YouTube-канал, обязательно подписывайтесь. И, конечно же, читайте мой блог о SEO. С вами был Игорь Бакалов. Всего доброго. С вами был Игорь Бакалов.